Михаил Анатольевич Барков уже бывал на приеме. Депутаты его хорошо знают. Проблемы, с которыми обращается мужчина, не личные. Сегодня первый вопрос – Раменский парк. Несмотря на проведенные там благоустроительные работы, его волнует, когда демонтируют остатки памятника геологам и разрушенную летнюю эстраду. Парк наш занимает предпоследнее место в рейтинге парков в Московской области. Это вполне официальное. Можно посмотреть в интернете. 28 место и 3 место разница была в несколько баллов, которые они давали в зависимости, ну, извините за выражение, наличие клозета с водой смывной или наличие клозета без воды смывной имело вот такой рейтинг. А наличие, допустим, реликтовых деревьев и наличие новопассаженных деревьев имело практически одинаковые баллы. Я вам хочу сказать, что у нас парк хороший. И вы доживете, потому что, поверьте, и председатель комитета по культуре, и Владимир Федорович Демин, он просто, вот мы этот летний театр, в том виде, в котором был, мы рассматриваем вот эти проекты, которые были, все посмотреть, все должно получиться. И будет все нормально. А что ваша вот эта какая-то пессимистическая, значит, у вас есть тиму для того, чтобы жить подольше. Правильно? Хорошо жить. Ну, а мы будем делать. В парке довольно-таки темно у нас было. 21 опора освещения уже заказана, и до Нового года будет в парке установлено. Михаил Анатольевич бывает на городском кладбище. В последнее время заметил, что воруют металлические люки и клумбы. У памятника нашим воинам-освободителям, смотрю, нет железного люка. И провода там, идут коммуникации, идут провода. Через неделю иду, мой, значит, тоже, значит, дальний родственник. Из нержавейки, из нержавейки, значит, цветочницы украли. Я сборщик наркоман. Я когда машину ставлю, порой там мне кучкуется. Я думаю, что это вот и есть момент. И сколько мы уже говорили, порой там стоял невестный охрана, но про машину стоит что-то. Там прямо они подходят, подъезжают на машинах. Я думаю, надо вот здесь искать какой-то момент. Валерий Васильевич Рыбкин, житель дома номер 20 по улице Красноармейская, обратился с просьбой ремонта внутренней инженерной системы дома. Трубы текут с 2010 года. И вот стояки, которые люди делают за свой счет, им же никто не будет это возвращать. Вот стояки, которые положены, делают капитальный ремонт. За свой счет собираемся, делаем, а вот сами переставки вот эти люди не могут выбивать. Это очень опасно. Все равно же они опять потекут. Заместитель руководителя администрации района Руслан Юнусович Шахшаев объяснил, что данный вопрос относится к капитальному ремонту. С 2014 года в Москве создана некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта». Существует программа, которая действует с 2014 по 1938 год включительно. В эту программу входят все дома Раменского муниципального района, за исключением ветхих и аварийных. Ежегодно составляется план капитального ремонта на следующий год. Управляющая компания заполняет в электронной форме паспорт жилого дома. Называется это программа АИС-ГЖИ. И программа сама выполняет, выполняя определенные параметры, выбирает, какой из домов ближе к капитальному ремонту. Я к чему все это говорю? К тому, что эта программа, она обезличена. Действительно, фонд, находясь в Москве, не видит дом в действительности и действует на основании тех нормативов, которые могут заведены. Я хотел бы ко всем депутатам городского поселения Раменской обратиться. Коллеги, сейчас формируется план, именно коллеги, сейчас формируется план на 2016 год. В него еще возможно какие-то внести изменения. Если у вас есть какие-то адреса, по которым вы считаете, или жители ваши считают, наши жители считают, что там необходимо сделать ремонт, мы попробуем как-то здесь... Включить в план 2016 год. Мы не имеем права включить, мы можем предложить. Если мы действительно будем чувствовать, что какой-то дом больше заслуживает другого дома, то мы это действительно сделаем. Руслан Юнусович еженедельно проводит совещание по капитальному ремонту. Он обещал Валерию Рыбкину оценить ситуацию с коммуникациями на Красноармейской 20 и принять меры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова